Я расскажу, как проходят сеансы гипноза и слиперства. Человек присылает нам фотографию, фамилии, имя, отчество и дату рождения. Также он присылает список вопросов, которые он хотел бы узнать ответы. Это могут быть любые вопросы, бытовые, философские и так далее. Обычно в сеансы у нас бывают диагностики и чистки, то есть мы смотрим на биополе человека, мы смотрим на энергетические тела, на их состояние и далее мы комбинируем это с вопросами к Высшему Я и задаем список вопросов. Бывают и спецсеансы, определенные расследования, происшествия, например. И дальше как происходит сеанс. То есть гипнолог погружает слипера в трансовое состояние, в глубокие трансовые состояния. Далее мы обязательно, первое, что мы делаем, мы делаем зарядку энергии, вибрации. То есть это то, с чего начинается любой сеанс, потому что мы очень четко и ясно понимаем, что когда мы проводим сеанс, мы работаем на тонком плане. То есть так же, как и работа на физическом плане, когда мы поработали, нам нужно восстановить силы поесть. Также и гипнолог и слипер обязательно мы запрашиваем количество энергии, количество герц вибраций, до которого нам нужно поднимать. Затем мы производим работу, то есть, например, диагностику очистки, ответы на вопросы Высшего Я или Наставника. Затем мы тоже устанавливаем в сеансе клиенту защиту, обязательно закачиваем энергией вибрации, проявляем состояние энергоинформационных тел и далее возвращаем его астральное тело обратно в физическое синхризируемые энергии вибрации. После этого также мы должны восстановиться, то есть мы запрашиваем количество энергии вибраций, которое нам нужно после сеанса, обязательно делаем до и после сами экспресс-чистку, то есть мы должны работать стерильно чистыми с клиентами и затем уже, ну зачастую мы делаем исследовательские сеансы и так далее. И что потом важно, это вывод из транса, то есть мы используем специальную семиступенчатую технику вывода из транса, то есть никакая голова не болеет, слипер себя чувствует насыщенной энергиями, полностью восстановленной, да, если вы посмотрите на наше интервью, показательные сеансы на каналах, да, вы видите, что действительно гипнологи и слиперы это люди, которые высокоэнергичные, действительно не скажешь по ним, что у них идет какой-то ток энергии, наоборот, да, трансное состояние оно способствует восстановлению, потому что вот этот транс это глубокое, по сути, расслабление, а в момент глубокого расслабления наш организм включает все вот эти ресурсы восстановительные, то есть это трансное состояние само по себе еще вот на самом деле целебное, об этом, кстати, мы не часто говорим, но это так и есть. Вот, поэтому это вот стандартный формат, но есть еще другие форматы, например, человек может работать на собственном ресурсе, да, то есть это может быть просто самогипноз, не обязательно человеку погружаться в паре вместе с гипнологом и слипером, хотя, когда тебя гипнолог погружает, ты можешь намного глубже погрузиться, намного чуть-чуть у тебя ответы пойдут и гораздо более широкий спектр техник доступен, но в самой гипнозе каждый день обязательно мы погружаемся, разрешаемся энергиями и вибрациями, можем делать экспресс-чистки, считывать информацию с хроника каши, общаться с высшим я, то есть достаточно большой спектр. И третий формат, это когда гипнолог просто погружает человека с улицы, то есть он не работает с слипером, а он работает с человеком, который просто пришел, ему интересна тема гипноза, он хотел бы сам погрузиться, просмотреть, скажем, свои прошлые жизни или избавиться от панических атак, или там просто сделать диагностику и чистку, да, здесь уже разные запросы существуют. И это вот третий сеанс, когда человек просто в индивидуальном погружении погружается и делает ряд задач. Первое по глубине погружения, самое неглубокое погружение – это медитация. Медитация – это, как правило, альфа-состояние, то есть если мы даже энцефалограф повесим на человека, мы зафиксируем, скорее всего, альфа-волны, в большинстве случаев 90%. То есть это верхнее трансовое состояние, которое еще схарактеризуется таким просолнечным состоянием. Дальше следующее состояние по глубине и по количеству техник – это самогипноз. То есть мы уже входим в более глубокие транс-состояния. Но когда мы работаем на собственном ресурсе, у нас есть некоторое противоречие. В основном оно заключается в том, что нам надо расслабляться, с одной стороны, то есть процесс погружения, чтобы он происходил хорошо, нужно глубокое расслабление. С другой стороны, другой половины мозга, нам нужно думать, что же нам надо делать дальше, какую технику применить, как действовать в зависимости от обстоятельств. И это мешает нам расслабиться. Поэтому самогипноз нельзя считать инструментом, который прям может позволить нам большую глубину достичь. Поэтому, собственно, и мы работаем в паре. Многие спрашивают, почему ему действительно нужен второй человек. Потому что гипнолог как раз-таки обеспечивает полное погружение слиперу. Он действительно может расслабиться и работать чисто проводником, то есть как радиопередатчик. Когда ему пришла информация, он ее сразу сказал. Настроился на человека, сразу считал информацию по состоянию энергетических тел. Поэтому гипноз через слипера – это, конечно, самое глубокое погружение. И плюс вот этот формат, когда мы берем человека с улицы, он приходит. Зачастую люди приходят, ну, они, во-первых, энергетически не совсем чистые, будем говорить так. Плюс они не раскачаны, да, им нужно пройти определенный этап раскачки, да. Естественно, он что-то увидит, да, информация будет идти. Если вдруг он занимался там духовными практиками до этого, скорее всего, у него все будет хорошо. Но в большинстве случаев это не так. Поэтому человек может уже получить ответы на свои вопросы, уже улучшить свое самочувствие, решить вопросы по здоровью, не погружаясь сам, а через слипера. В этом, конечно, большое преимущество этого формата. Онлайн-школа гипноза и слиперства Никиты Бурлакова – это место, где люди раскрывают в себе поистине уникальный мир экстраординарных способностей. Обучаясь уникальной методике, студенты школы постигают совместно целые миры на тонком плане и помогают людям разрешить их, казалось бы, невозможные жизненные ситуации. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok